решили в этом городишке заехать маленько поесть и сверху идет основная трасса которая новая которая дублирует трассу 66 сейчас посмотрим как проедет этот автодом девочка даже вышла смотрела проехал после того как нас выпустили из детеншина и меня забрали мои друзья мы поехали в луизиану и по дороге в луизиану везде есть в том числе в техасе вот эта кафешка кракер бейл вот и не знаю чуть попозже наверно будет сюжет о том как мы ехали и как мы заходили но мы сначала хотели пойти в эндис но в эндис это просто паршивая забегаловка по сравнению с кракер бейл когда туда попал первый раз для меня это был конечно культурный шок и вы сейчас поймете я не знаю конечно какая здесь обстановка и как здесь выглядит внутри но то что мы видели в техасе юг техас и луизиана это было просто отпад башки здесь точно так же это же сеть ресторанов хай смотрите как прикольно при входе у нас сначала идет магазинчик в качестве декора у них используется старый рабочий инструмент который они видимо собирали по всей америке прикольно да прикольно когда вы приходите сюда то поскольку это настоящий ресторан у вас встречает распорядитель столов зачастую когда здесь обед здесь люди стоят в очередь иногда даже надо и записываться потому что здесь очень круто и очень недорого в каждом ресторанчике у них есть настоящий камин с настоящими дровами в точности такой вид как мы заходили в другие кракел берел один в один просто калька ну что заценим меню это общее меню с картинками а это у нас завтрак меню на завтрак у нас такое длинное раскрывашка в три стороны в три стороны тройная раскрывашка тут написано что 1969 года юли уже принесли кофе пока мы сидим количество пустых столов уменьшается народ все прибывает и прибывает хочу вам показать настоящую спиртовую а может и керосиновую лампу которую возможно зажечь по нашей просьбе сейчас мы попросим чтобы это случилось ну вот наконец-то нам принесли наш завтрак который я составил сам юля выбрала как называется яйцевый сэндвич а это что такое каша а я выбрал бычий стейк но у них оказался стейк порезаны на кусочки яйца и пюре шичку вот такой вот у нас завтрак на трассе 66 мы закончили в кафешке рассчитались и хотите узнать сколько у нас стоил завтрак который увидели а он у нас стоил 26 45 плюс налог плюс оставили чаевые и того 33 доллара так что у нас сколько стоит кофе 39 у юли был яйцовый сэндвич 649 у меня были вот эти штучки из мяса аж 10 долларов дальше у меня был тоже яйца два штуки 4 доллара то есть одно доллара они не подали по 2 1 1 только дали по 2 доллара составляет примерно в четыре раза дороже чем я купил в магазине подарил сам вот и сайт ведь это был сэта была картоха картоха мне дали за 3 доллара такой чек но на самом деле если вы зайдете куда-нибудь другое место вы потратите не меньше на завтрак на нормальный завтрак я не имею ввиду гамбургер за 5 долларов так дальше мы продолжаем движение по трассе 66 в сторону запада в лос-анджелеса пока садимся в машину стал замечать что здесь очень интересные автомобильные номера хочу вам показать штат нью-мексико видите какой номер а тут рядом стоит другой автомобильчик но номер уже тоже другой выглядит по-разному смотрите спереди они номера не вешают а в калифорнии надо вешать два номера спереди и сзади и в техасе должен а вот еще один номер и все номера здесь выглядят уникально еще один номер такой дизайн уже видели и вот эти вот значки сбоку вот это как раз продление регистрации тихосмотра меня это техасе дают наклейку здесь дают наклейку на номер вот такой этот городишко галоп и трасса 66 так поели мы и сели машину и едем дальше сейчас мы подъезжаем границы штата нью-мексико и границы в штаты аризона помните когда мы ехали в обратную сторону то вот эти горы которые нас окружают у нас сразу становились стены и начинались при въезде в штат нью-мексико и сейчас мы из него выезжаем вот эта местность она очень запоминается и узнаваемо из-за вот этих вот красных камней на самом деле это не скалы скалы это такой твердый песчаник здесь есть даже места для больших и карьеры с разноцветными вот этими камнями светами и скалами и не все испещены ветром и погодными услугами вот welcome to arizona все въезжаем штат аризону да и вот они испещены погодными условиями ветром дождем потому что это относительно мягкий камень но поскольку он здоровенный он не падает но некоторые части вот ведь уже отваливаются мы с вами сейчас находимся на высоте практически две тысячи метров над уровнем моря техас у нас находится там где мы были на высоте тысячи метров над уровнем моря и мы потихоньку не резко но на протяжении там тысячи миль поднимались 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 вверх и сейчас забрались еще на тысячу метров но это такая получается плоская здоровенная гора и она будет длиться следующие примерно 700 или 800 миль что переводе на километры это 700 на 1,6 короче больше тысячи метров в общем пока мы двигались по дороге было очень много рекламы какой-то Indian city сувениры и прочее когда мы ехали в ту сторону это было по другую сторону дороги сейчас все равно нам надо останавливаться еще на одну ночевку поэтому мы короче заедем в смысле того что не так спешить надо но и не тормозить и заедем посмотрим что за Indian city впереди у нас еще сколько там почти 14 часов за день я думаю мы столько не сделаем поэтому потратим все равно немножечко времени чтобы познакомиться с местностью на улице ветрища наверное в микрофоне это все будет слышно это вигвам посмотрим что там у них вигвам с клеткой первый раз вижу а здесь типа можно было что-то посмотреть или типа какой-то магазинчик тут но сейчас ничего здесь нету пойдем мы внутрь заценим обстановку это огромный ювелирный и сувенирный магазин в индийском стиле точнее в индейском Indian city это новое видео не хотят чтоб я снимал короче будем снимать инкогнито так что простите за картинку но я буду просто держать и ходить и кафешечка Кафешечка. А это оригинальные индийские накидки, всякие коврики. Продолжение следует. 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 Рогатки с лисами и с волками. А это типа ручная глиняная посуда. А здесь чисто книжная полка книжки про индейцев. И все про штат Аризону. КОНЕЦ. Музыка. Музыка. Это значит, что такое пистолет для стреляния резинками и для денег. Вообще чума, а это подставки 3D еноты и 3D кошки. Мне интересно, они хоть что-то здесь продают или нет. Потому что сколько людей зашло сюда, ноль человек купило хоть что-то. На самом деле это местечко непростое. Здесь написано, что это старейший магазин на трассе I-40. А трасса I-40 это, как мы знаем, трасса 66, которая была открыта в 26-м году. То есть с того момента, с 26-го года на этом месте вот этот магазин Cheese Indians находился. С 26-го года. У нас сегодня 23-й год. Получается, что практически 100 лет через 3 года будет праздновать этот магазин. А мы садимся и едем дальше, ребята. У нас впереди еще 14 часов дороги. Шаг за шагом приближаемся к населенному пункту Flagstaff. Когда мы ехали из Калифорнии в Техас, именно во Flagstaff, мне стало дурно и я попал в реанимацию. А сейчас мы едем с другой стороны. И гора с этой стороны выглядит гораздо прикольнее. Но надо же такое. Всегда какая-то подлянка, как только хочешь что-то хорошее снять. Какие-нибудь грузовики закрывают весь обзор. Чуть-чуть не доезжая до Flagstaff, там где начинается район парка Grand Canyon, мы увидели вывеску на дороге, что здесь есть метеоритный кратер. И сейчас направляемся в ту сторону. Так, ну вот мы уже на территории. Говорит, дроном летать нельзя. Марс. Парковка для марсиан. А это Сатурн. Тут прям какой-то музей. Смотрите, все цивильно. Просто дыра в земле, а американцы из этого сделали целый аттракцион. Такая музыка играет. Бомбическая, я бы сказал. И отсюда прикольный вид, вот на ту гору. Год назад, когда мы здесь ехали, а снега не было вообще, и вот та гора стояла черная, совсем без снега. В этом году какая-то аномальная снежная зима, наверное. Или в прошлом году была аномальная бесснежная зима. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.